Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. Спасибо за победу! От Алтайского края на фронт Великой Отечественной ушли 600 тысяч человек. Каждый второй не вернулся с войны. 9 мая в память о погибших сотни барнаульцев возложили цветы к Мемориалу Славы. В одном строю. В этом году в акции Бессмертного полка приняли участие более 50 тысяч жителей и гостей краевой столицы. Они вышли с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. На радиоволне. На этой неделе отмечался День радио. 123 года назад Александр Попов впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. Поздравления принимали и наши друзья. Радио Катунь-ФМ. На прошедшей неделе в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. На инаугурации президента побывал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Торжественная церемония завершила процедуру наделения Владимира Путина полномочиями на новый шестилетний президентский срок. Отмечу, на ней присутствовали трое военнослужащих президентского полка, признанных из Алтайского края. Они находились в почетном карауле. По словам губернатора, это придало церемонии особую значимость. Меня вдохновило, как и подавляющее большинство всех присутствовавших в зале, инаугурационная речь президента. Я для себя выделил главных приоритетов. Это устремленность президента на решение задач развития общества, улучшение качества жизни наших людей. Президент обозначил в числе глобальных приоритетов своего нового президентского срока, развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры. И это, я считаю, совершенно оправданно и совершенно согласуется с теми приоритетами, которые диктует нам сама жизнь. Центральной темой недели, безусловно, стал День Победы. В Алтайском крае праздничные мероприятия начались в 9 часов утра. Сотни барнаульцев возложили цветы к мемориалу славы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Гвоздики и венки на Площадь Победы в Барнауле горожане несут с 9 часов утра. Почтить память погибших пришли военные, представители власти и духовенства. Цветы к памятнику обелиску возложили губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, осталось в крае совсем немного, около 2000 человек. Те, кому позволило здоровье, тоже пришли почтить память боевых товарищей. И, конечно, цветы к обелиску несут барнаульцы, которые потеряли на войне дедов и отцов. Я всех наших россиян поздравляю за их терпение, смирение, за их любовь друг к другу. И чтобы мы так жили вечно, никогда не подставляли друг друга для плохих дел. Одним из главных мероприятий празднования 73-й годовщины Победы в Алтайском крае традиционно стал Парад Победы. За торжественным построением с трибун наблюдали десятки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Уходят в историю великие даты и люди. Редеют ряды защитников Отечества тех памятных лет. Мы делаем в крае все от нас зависящее, чтобы жизнь участников войны и тружеников тыла была во всех отношениях достойной. Всемирную заботу о ветеранах войны мы воспринимаем как наш неоплатный долг и святую обязанность. Мы гордимся вами, дорогие ветераны. В вас наша сила и вера. От Алтайского края на фронт ушли 600 тысяч человек, каждый второй не вернулся с войны. Память погибших почтили минутой молчания. Затем началось праздничное шествие. В нем приняли участие парадные расчеты кадетских школ, воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Всего около полутора тысяч человек. Знаменные группы торжественным маршем пронесли государственный флаг Российской Федерации, знамя Победы, знамя Вооруженных сил России. Участники готовились к параду два месяца. Праздничный парад продолжило шествие Бессмертного полка. В этом году в акции приняло участие более 50 тысяч жителей гостей Кровой столицы, которые вышли с портретами своих родственников, бойцов Великой Отечественной войны. В колонии присоединился и наш корреспондент Анастасия Борисова. В самой масштабной, пожалуй, самой трогательной части парада Победы, акции Бессмертный полк, участвуют сотни тысяч барнаульцев. Люди приходят с воздушными шарами, флагами, транспарантами и, конечно, портретами тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Значение этого события можно описать только одной фразой – «Помним и гордимся». Колонна Бессмертного полка растянулась на сотни метров. Сегодня все, кто в кровопролитные годы боролся за родину, вновь в строю. Память об участниках страшной войны жива, пока мы из поколения в поколение передаем их рассказы. И каждая история заслуживает отдельного внимания. Мой прадед, Белоруков Николай Степанович, он воевал на войне. И в 1942 году было задание такое, чтобы захватить вражеские пулеметы. И вот его ранили сильно в ногу. И он задание-то прошел. Его наградили медалью за отвагу. Эта масштабная акция стала доброй традицией во всем мире. Сегодня портреты фронтовиков пронесли в Англии, Испании, Италии, Франции и еще сотни стран. А в России, в том числе и в Алтайском крае, сегодня не было ни одного города или села, где бы не прошли колонны Бессмертного полка. Когда объединяется столько людей, такое вот даже чувство, я уже постоянно испытываю, что вот все ветераны, вот они рядом с нами находятся. То есть какое-то невероятное ощущение, ну, гордость за свою страну. Это очень волнительно, но я горжусь тем, что наше поколение и молодое поколение помнят и чтут тех, кому обязаны своей жизнью и счастьем. У нас немного уже осталось участников войны, но остались и дети, которые помнят, остались внуки, которым мы, естественно, передадим и память. И пусть у них не будет войны. Тех, кто отдал дань памяти предкам, только в прошлом году в нашем городе насчитали 50 тысяч человек. В этом году организаторы говорят еще больше. А в целом, конечно, главное не рекорды, а то, что судьбы тысяч людей соединились в одну общую судьбу и одну общую память. Анастасия Борисова, Александр Морозов, Новости. Оставайтесь с нами, и вы узнаете. На радиоволне. На этой неделе отмечается День радио. 123 года назад Александр Попов впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. Поздравления принимали и наши друзья радио Катуни-ФМ. Завод открылся. Асфальтобетонный завод появился в Куринском районе. Его производительность 100 тонн в час. Спасение реки. Алтайские ученые придумали, как решить экологические проблемы барнаульской пивоварки. Но на пути к спасению реки они столкнулись с большими препятствиями. На прошлых выходных стало известно об экстренном закрытии крупнейшего торгово-развлекательного центра Барнаула «Арена». А вот торговый центр «Первомайский» пока продолжает работать. Суд не стал закрывать его на время устранения нарушений пожарной безопасности. На предварительном заседании прокуратура даже не требовала принять обеспечительные меры. На конуне судебного заседания из торгового центра «Первомайский» начали выезжать мелкие арендаторы. Именно к ним у прокуратуры были претензии. Из-за торговых павильонов пути эвакуации оказались заужены. Также выяснилось, что в торговом центре неисправна система оповещения. Двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа, а автоматические замки не работают. Ряд претензий прокуратуры касается магазина ДНС. В подвальном этаже торгового центра нет пожарных выходов. На их месте размещены склады магазина. Добавлю, минимум до 22 мая остается закрытым торговый центр «Гулливер». В этот день пройдет очередное заседание. До 18 мая не будет работать торговый центр «Район». Судьбу арены суд решит 28 мая. Отопительный сезон завершается в Алтайском крае. Холодными батареи стали и в краевой столице. И уже совсем скоро барнаульцы смогут сэкономить на горячей воде. Ее начнут поэтапно отключать в разных районах города. Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей продлятся почти до середины лета. График работ утвержден городской администрацией. Давайте посмотрим, в каких именно числах нас ждет холодный душ. В первую очередь отключат горячую воду в домах по контуру ТЭЦ-3. Гидравлические испытания этой теплоэлектроцентрали пройдут с 14 по 23 мая. А ремонт трубопроводов и оборудования начнется 24 мая и завершится 6 июня. Затем энергетики возьмутся за контур ТЭЦ-2. Опрессовка здесь пройдет с 18 по 27 июня. А текущий ремонт назначен на период с 28 июня по 11 июля. 100 тонн в час. Такой производительностью может похвастаться новый асфальтобетонный завод. Он появился в Кургинском районе. Уникальность и удобство нового предприятия не только в мощности, но и в самой его форме. Наши корреспонденты узнавали подробности. Он как конструктор быстро и легко собирается, а еще его можно перевести в любое нужное место. Это все о новом асфальтобетонном заводе. Его за собственные средства приобрело Южное ДСУ. Стоит завод около 50 миллионов рублей. Удивляет модульное предприятие и своей производительностью 100 тонн в час. Это в 4 раза больше, чем выпускал старый завод. Это 70-е годы выпуска. Это ровесник, мне можно так сказать. Он уже полностью амортизирован. Он без системы очистки. Что видно было, дымоудаление из него большое шло. Этот завод уже более экологически чистый. Весь дым идет через фильтра. Очищенный уже выходит чистый пар. Экологически чистый. Не только бережет экологию, но и экономит затраты на электричество. Дело в том, что башни завода расположены вертикально. А в таких емкости для битума и топлива небольшие. А значит и расход меньше. Еще один плюс. Здесь практически все автоматизировано. Но главное преимущество – расширяется география поставок. Мы могли бы работать с ними в Казахстане, Беларуси и в России. Самый современный завод, который сегодня выпускается не только в России, но и в мире. Потому что там на самом деле многие составляющие, особенно автоматика, она, конечно, мирового уровня. Сегодня оператор сидит на заводе, он видит все на компьютере. Мы с вами находимся в операторской. Какие материалы, куда, какой влажности, какого объемного веса. Ну, вообще все, что ему необходимо знать для того, чтобы приготовить качественную смесь. Алтайский край одним из первых в России ввел практику монтажа модульных заводов. Первое предприятие приобрело Барнаульское ДСУ-4. Причем оно было третьим в мире. Завод показал свою эффективность и аналогичный купила юго-восточное ДСУ. Теперь возможность производить качественный асфальтобетон появилась и на юге региона. Евгения Князева, Денис Кузьменко, новости. К другим темам. Алтайские ученые придумали, как решить экологические проблемы барнаульской пивоварки. Масштабный проект реабилитации реки разработали инженеры Алтайводпроекта. Они уверяют, восстановление русла поможет навсегда спасти пивоварку от скопления мусора. Но на пути к спасению реки они столкнулись с большими препятствиями. Тему продолжит Вадим Слюсарев. У людей свинья головного мозга. Каждый свинья из всех, кто кинул по бутылке. На свиноферме место. Пару раз наблюдала, как детки забавляются, кидая в пивоварку с мостика все, что попадается под руку. Бутылки, мусор, ветки. Это, скорее всего, итог таких развлечений. Это пивоварка. И там постоянно, каждый год такое. Так барнаульцы отреагировали на новость о том, что русло реки Пивоварка превратилось в свалку. Тогда, в конце апреля, мусор течением унесло вопь. И лишь малую часть удалось вывести. В истории пивоварки это был один из самых масштабных прецедентов. На самом деле, о проблеме загрязнения реки алтайские ученые говорят как минимум последние 10 лет. И даже нашли решение. Три года назад разработали программу реабилитации пивоварки. Она предполагает уборку мусора, ликвидацию отложений на дне реки и работу с очистными сооружениями. Первый этап – это ликвидация вторичных источников загрязнения. Это что значит вторичные источники? Это имеется в виду ливние пропуски, несанкционированная застройка, расположение свалок, водоохранной зоны. То есть, чтобы средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного, ну и всех бюджетов не пробовали даром. А сумма на очистку пивоварки требуется немаленькая. По подсчетам экспертов, это обойдется в 55 миллионов рублей. 93% суммы – федеральные средства по программе «Экологическая реабилитация водных объектов». Казалось бы, средства есть и можно приступать к работе, но мешает человеческий фактор. Река-пивоварка протяженностью более 11 километров берет свое начало в микрорайоне Яма и впадает в Барнаулку. Река протекает через частный сектор краевой столицы, и отходы местных жителей часто попадают в воду. Главный источник – свалки источной воды зачастую несанкционированные. Бороться надо с ними, и это увеличивает затраты в разы. И когда посчитали, а сколько будет стоить убрать эти факторы, перенести строение, убрать различные источники загрязнения, перенести источные канавы, соответственно, получилось 600 миллионов. И вот на сегодняшний день проект готов, федеральное ведомство готово дать деньги на его реализацию, но только вот надо городу навести порядок на берегах пивоварки. А городская администрация оценила затраты и вовсе в 1 миллиард рублей. И вот почему. Водная линия пивоварки – 20 метров. Согласно 65-й статье Водного кодекса Российской Федерации, жилой застройки в этих границах быть не должно. Но исторически сложилось, что люди селились именно у берегов реки. Бороться с этим, по словам ученых, должны именно городские власти. И пока этот вопрос не решен, проект реабилитации пивоварки заморожен. Это, по сути, требуется отселение. Это вопрос не одного дня. Финансирование требуется. Финансирование, да, федеральное. Суммы огромные. Бюджет города, конечно, не сможет решить эти вопросы. Необходимо финансирование федерального бюджета. И тут возвращаемся к исходному. По федеральному экологическому проекту готовы выделить лишь 55 миллионов вместо необходимого миллиарда рублей. И пока городские власти ищут источник финансирования, барнаульцы могут сами помочь восстановлению пивоварки, регулярно проводить субботники. А еще лучше – не мусорить. Вадим Слюсарев, Антон Червяков, Сергей Сидых. Новости. На этой неделе отмечается День радио. 123 года назад Александр Попов впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. Поздравления принимали и наши друзья радио Катунь-ФМ. Несмотря на профессиональный праздник, эфиры программы все шло по расписанию. Елена Заздравных познакомилась с некоторыми ведущими, чьи голоса звучат из радиоприемников. Музыка ее связала с профессией. Знакомьтесь, Анастасия Воробьева, корреспондент радио Катунь-ФМ. Ее голос вы слышите в новостных выпусках. Я еще в первом классе писала песни. Я любила и люблю всегда музыку. Музыка всегда со мной везде. И в седьмом классе я поняла, что я хочу быть журналистом, потому что хочу. И подумала, как можно связать музыку и журналистику. Ответ очевиден – это радио. Мы здесь и поем, и играем, и на гитаре, и на клавишах периодически. И сочиняем какую-то музыку, которая нужна для роликов. А вот сейчас мы поставим новую песенку, которая очень часто у нас сейчас в эфире крутится. Называется «Я тебя лайкаю» про электронную любовь. И там такие слова «Я тебя лайкаю, ты меня лайкаешь». Вот так. Итак, в эфире эта песня. А его большая любовь к музыке началась с радио. Дмитрий Борецкий. Именно он заряжает слушателей подъемной силой с самого утра. Так называется его программа. Если не вышел на утро работать, мы же меняемся на подминке, ты знаешь, чего-то постоянно не хватает. Как бы там не сложно было вставать рано утром и загораться лампочкой каждое утро, не хватает этого драйва, этого выброса адреналина, когда ты видишь вот эти секунды, которые буквально несколько секунд до выхода, и такое ощущение, что ты прыгаешь куда-то, как с тарзанки. Не прыжок, а шаг к развитию радио, как считается, первым сделал Александр Попов. 7 мая 1895-го российский ученый продемонстрировал сеанс радиосвязи. А почти через 30 лет состоялась широковещательная передача московского радио. Эфиры изначально состояли из аудиоверсий советских газет. Турнир прошел в Бердске в рамках Дня Победы в Великой Отечественной войне. У меня на этом все. Ищите нас в Инстаграме и других социальных сетях. Лида Платнер, Катуни ФМ. Их голоса звучат отовсюду. А вот как выглядит радиоведущий? Буквально 15 лет назад узнать о закулисной жизни радищиков было не так просто. Сегодня увидеть, как проходит запись программы или прямой эфир, слушатели могут в социальных сетях. И даже как мы снимали этот сюжет, смотрите на страничке Катуни ФМ. Радио становится все ближе. Это друг, помощник, учитель, который сопровождает нас каждый день. С утра заряжает хорошим настроением. В обед из радиоприемников звучат самые актуальные новости. А вечером вместе с ведущими вы подводите итоги этого дня и готовитесь к новому. Елена Заздранных, Александр Морозов, Новости. Депутат Кривого парламента Вадим Смагин сыграл в хоккей с президентом Владимиром Путиным на галоматче в ночной хоккейной лиге. Он состоялся 10 мая в сочинском ледовом дворце Большой. На лед вышли сборная лиги и команда легенды хоккея, которую возглавил президент. По традиции глава государства вышел на лед в красном свитере под 11 номером. Соперниками президентской команды стала сборная ночной хоккейной лиги. В состав сборной, кроме Вадима Смагина, вошли также игроки команды «Флагман» из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды НХЛ. Вадим Смагин играл под номером 16. Встреча завершилась победой легенд хоккея со счетом 12-7. По окончании матча глава государства сделал памятные снимки с участниками игры. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин